Самая сплоченная и мощная организация воинов-афганцев в Украине планирует отстаивать интересы ветеранов в Одесском городском, областном и районных советах. Это материальная помощь семьям, помощь на лечение, юридическая поддержка и психологическая реабилитация. Многие годы воинов-интернационалистов поддерживает Украинская морская партия Сергея Кивалова. Политическая сила оказывает как материальную, юридическую, так и социальную помощь. Но чтобы голос ветеранов был услышан, на государственном уровне интересы будут отстаиваться совместными усилиями. Афганская война оставила неизгладимый след в судьбе воинов-интернационалистов. Более трех тысяч украинцев не вернулись из Афганистана, 220 наших земляков из Одесской области. Более восьми тысяч получили ранения, половина стали инвалидами. Теперь пришло время услышать голос ветеранов на местных выборах, на которых Украинская морская партия Сергея Кивалова будет добиваться всесторонней поддержки для афганцев и их семей. У нас самая мощная афганская организация, почти 7 тысяч человек насчитывается. Дело в том, что если не они, то кто? И дело в том, что они должны быть представлены, и я думаю, что они имеют огромный авторитет и уважение среди населения нашей области. И я думаю, что они достойно будут представлять свою громаду. И нужно все сделать для того, чтобы они были избраны депутатами районных, городских и областных советов. В Одесской области проживают более 7 тысяч ветеранов-интернационалистов. И каждый из них нуждается в реабилитации и дополнительной финансовой поддержке для покупки лекарств. Сегодня они зарабатывают себе на жизнь как могут. У большинства разные степени инвалидности. Среди них и те, кто воевал на Кубе, во Вьетнаме, Югославии. Кто лучше знает проблемы наших афганцев? Сам афганец, сам ветеран. Потому что мы сталкиваемся каждый день с этими вопросами. То медикаменты нужны, то больницы, то лекарства, то какие-то операции, то еще что-то. То есть все это завязано сегодня. Плюс сегодня тот же военно-патриотическое воспитание, то, что вы говорите. Если не мы, то кто этим будет заниматься? Ну, надеемся на вашу поддержку, надеемся на вашу партию. Совместно все будем делать. И давайте совместно будем думать, как сегодня выбираться, как сегодня поддерживать друг друга. Я очень рад, что у нас сегодня и Борис Борисович Дубчак, который возглавляет городскую организацию воинов-афганцев. Ну и Афанасий Петрович, который возглавляет областную организацию. Люди, которые знают, что такое честь, достоинство. Поэтому будем развивать это направление и будем совместно объединять для того, чтобы мы смогли воспитать следующее поколение. Ранее украинская морская партия на сессии Одесского горсовета инициировала выплату надбавки к пенсии инвалидам-афганцам. И эту инициативу представители большинства политических сил поддержали. Теперь воины-интернационалисты в Одесской области получают дополнительные выплаты. Ветеранам важно чувствовать, что о них помнят и к их проблемам не безразличны. Мы поднимаем все время какие-то злободневные проблемы, вопросы. Неоднократно мы были депутатами различных уровней, районных, городских и областных советов. Поэтому совместная деятельность, я думаю, которую сегодня мы проявили и совместно мы сплотились вместе с Сергеем Васильевичем Киваловым, я думаю, да, с плодотворными плодами. И это начиналось именно с простой дружбы, потому что Сергей Васильевич часто участвовал в наших различных мероприятиях, он никогда не оставлял без своего взора. Плюс приглашал на различные мероприятия к себе в академию, отмечал наших активистов. Афганская война длилась 9 лет, 1 месяц и 22 дня. Воспоминания о тех событиях еще не одно десятилетие будут с одраганием вспоминать ветераны-десантники, танкисты, пограничники и те, кто не дождался своих родных и близких. Именно поэтому воины-интернационалисты сегодня намерены сделать все для того, чтобы голос ветеранов был услышан и на городском, и на областном уровнях.